Родилась я в селе Уст-Лыжа в конце 90-х годов. Мать с отцом вырастили меня. Было все хорошо, как бы детство, обычное деревенское детство. Было свое хозяйство, все было хорошо до 13 лет. В 13 лет у меня умерла мать. После смерти мамы, знаете, отец опять же начал сильно пить. Я училась, я понимала уже тогда, что весь дом уже на мне, все на мне, отец на мне. Отец так же горевал по матери, что ее не стало. И тоже в 2014 году его не стало. Я уже училась в техникуме, была на втором курсе. Похранила отца, потом через некоторое время узнала, что беременна. Я познакомилась с молодым человеком. Он был, ну, сначала очень хорошим был человеком, и любил меня, и все. Я родила ребенка. Уже с ребенком защитила диплом здесь в техникуме, училась на продавца, выучилась. Потом мы с ним переехали в Уст-Лыжу, ко мне в родной дом. Обустраивали дом потихонечку. Ну, как бы все равно дом обвешал уже. И все старались, ремонт делали, все хорошо было. Потом он также начал спиртные напитки употреблять, начал рукоперекладствовать. Я терпела это, три года с ним прожила. Потом уже, когда уже устала от этого всего, поняла, что я с ребенком уж лучше как-то сама, чем вот с таким вот я буду жить. Взяла ребенка, на следующий день уехала в Гусинск, переехала. Сняла комнату в общежитии также. Начала жить. Здесь познакомилась с парнем. Парень вообще очень хороший был, отзывчивый, веселый. И даже, как говорят, мухи не обидит. С ним мы прожили год. Он меня очень сильно любил. И ребенка моего очень сильно любил. Ребенок даже его отцом начал называть. Но 15 декабря он ушел в магазин. Я ему позвонила. Говорю, так, так, ты где? Я вышел в магазин, сейчас приду. За хлебом вышел. Сейчас приду. Ну ладно. Час-два его нету. Заново звоню. Говорю, Ваня, ты где? Сейчас зашел к знакомому, сейчас приду домой. И вот третий, последний раз я ему позвонила. Он говорит, я с таким-то, таким-то человеком, ты его знаешь, он один раз к нам заходил. И вот все. После этого связь с ним моя опорвалась. Через трое суток его нашли в одном из общежитий. Неживого. После его похорон я узнала, опять же, что я беременна. Все были против, чтобы я поражала, как бы родственники в том числе. Но я решила, так, человек меня любил, почему его не стало, и я буду избавляться от ребенка. Вторая беременность для меня стала главной мотивацией в моей жизни, потому что вот после смерти Вани все, у меня жизнь обрушилась. Я даже жить не хотела. Как бы думала уже ребенка первого отправить отцу и так же опустить, как родители уроки. И все. Будет, что будет. А вот потом, когда узнала, что я беременная, как бы поняла, что Бог дал мне опять один шанс дальше жить. И издаваться. Я-то даже не передать словами, что я тогда чувствовала. Это, знаете, с одной стороны, страх, что я не смогу, мне жить негде. И я понимала, что у меня не будет денег, у меня не будет возможности снимать хоть какую-то комнатку в общежитии, что мне никто не помогает, и сама я не смогу. Но решила не отчаиваться, не опускать руки. Поставила себе цель, что у меня все будет хорошо. Я работала санитаркой в больнице. Брала лишние смены. С ребенком вот так же опять же ходила на смены. Сутками работала. И вот снимала квартиру. Потом я обратилась к главе города, написала ему письмо обращения, чтобы он мне выделил жилье. И мне выделили комнату в общежитии. Выделили, комната полностью пустая была, ничего не из мебели, ничего вообще не было. Как бы я сама уже находилась в декретном отпуске. У меня тоже не денег, одна с ребенком. Потом обратилась к жителям Усинска через сайт «Помощь людям». И всем в Усинском люди забрали, кто мебель, кто чем помог. Знаете, я после смерти матери поставила себе цель, что у моих детей будет счастливое детство. Что я им дам все, что не было у меня в детстве. И включаю и теплоту, и ласку, и заботу. Самый главный мотиватор жизни – вот дети. И все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...